Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Алекс Йода. В нашем обществе, в Украине, в последнее время модно быть космополитом, то есть таким голубем мира. Особенно этими голубями возомнили себя многие деятели искусства, артисты, даже видеоблогеры, которых тоже сейчас можно причислить к деятелям искусства. Мы ведь все творцы, что-то творим-вытворяем. Так вот, они всячески пытаются помирить народы, примирить нет войне и все прочее в этом духе. Эдакие доморощенные пацифисты. На самом деле все проще. Этим людям просто нужно зарабатывать себе на хлеб. И поскольку русскоязычная аудитория, если они выступают и говорят на русском языке, у них в основном из Российской Федерации, то они не могут терять этот контингент. И совершенно естественным образом они должны говорить то, что нравится не только и не столько украинцам, то есть жителям Украины, сколько жителям РФ. Вот так вот просто все объясняется. Но есть еще люди, которые не артисты, не блогеры, которые тише воды, ниже травы, но все же желают мира, peace, нет войне. На мой взгляд, совершенно нормальное желание, в общем-то. Если бы не одно но. Но, когда к тебе в дом приходит человек с оружием и требует покинуть собственное жилище с тем, чтобы развалиться комфортно у тебя дома, развесить свои носки на веревочке, положить ноги на стол и сказать, что он теперь здесь живет, а ты нет, то ты можешь, конечно, прогнуться и сказать, да-да-да, я ухожу искать себе другое жилье, а это жилье было исконно вашим, до революции, скажем. А может, воспротивиться этому. И на мой взгляд, это как бы нормально. Если уж говорить об исторической справедливости, о которой так любят говорить жители Российской Федерации, то, может быть, им самим отдать те территории, которые они завоевали, отняли, то есть отняли незаконным путем. Кёнигсберг, Курилы, Забайкалье. В конце концов, может быть, они отдадут Украине, Кубань, которая входила в состав Украинской Народной Республики в 19-м году. Всё в этой истории было. И если уж открывать крышечку ящика Пандоры, то тогда вообще неизвестно, к чему это всё приведёт в конечном итоге. А крышечка уже открыта. Так вот, в этой среде, в этих создавшихся условиях, быть человеком пассивным, равнодушным, думающим, что мир – это нечто такое, что возникает просто так, из ничего, за что не следует побороться с агрессором, это ложное убеждение. Мир – это то, что ты создаёшь собственными руками. Человек – существо изначально агрессивное. И до сих пор существуют особи, которых не коснулось длань цивилизации, которые до сих пор думают, что можно насильственным путём присоединять к себе земли, присоединять людей. Вот эти так называемые пацифисты, так называемые космополиты, они не понимают простой вещи. Мир, он разделён на ячейки, он разделён на государство. Так случилось. Таковы реалии. В каждой из этих ячеек существуют свои традиции, свои обычаи, свой менталитет. Если уж ты живёшь в какой-то из этих ячеек, то будь, пожалуйста, добр, как писала мне моя школьная учительница в дневнике, не участвует в жизни класса. Вот я иногда не участвовал в жизни класса, то есть не был частью этого коллектива. При всей своей нелюбви к стадности, стадному инстинкту, тем не менее, жизнь такова, что мы должны делать то, что принесёт пользу данному конкретному обществу. А данному конкретному обществу приносит пользу некая консолидация с этим обществом. Когда ты ходишь на выборы, выбирая то правительство, которое ты хочешь, чтобы было над тобой, а не то, которое тебе выберут. Когда ты не ездишь на оккупированную территорию, в частности, в Крым, при этом поддерживая своей копейкой оккупанта. Когда ты не говоришь, что тебе всё равно, что там и как там. Что политики пускай сами разбираются, что это война политиков. Нет, это не война политиков. К нам в Украину приехали совершенно конкретные люди с конкретными паспортами, именами, фамилиями. Это не политики. Это не Путин. Это Иван, Петров, Сидоров и так далее. Так уж сложилось, что человек не может жить в изоляции от общества. Ну, практически не может. Разве что он уедет куда-нибудь в горы Гималайи. Куда-нибудь в Тибет. Да и то там есть своё общество. И там всё равно не удастся отделиться полностью. Ну, мир тесный. Мир стал тесен. Можно, конечно, первым бежать с корабля, как это делают все уважающие себя крысы. Можно остаться и при этом гордиться, что ты смельчак, ты ничего не боишься. И потом удивляться той бомбе, которая свалилась тебе на голову. И не понимать, какая связь между твоей пассивностью, твоим космополитизмом и тем, что происходит вокруг тебя. Этот человек, этот космополит, этот пацифист, он ведь не интересовался ни политикой, считая это не его делом. Вот он должен заниматься своим делом. Пекарь печёт пирожные, сапожник делает сапоги и так далее. Артист занимается своей профессией, развлекает публику. Вот этот комплекс советского человека, пришедший нам из нашего доброго, прошлого, он не даёт нам покоя и не будет давать. Пока каждый из нас не осознает, что от нас, от каждого из нас в этом государстве, в этой стране зависит всё. От и до. Почему там, на Западе, сумели выстроить нормальное общество? Ну, относительно нас нормальное. Где люди обеспечены, где у них есть какие-то права, есть какой-то минимальный уровень жизни, нормальной жизни, где они могут не заботиться о том, что они умрут от голода. Хотя бы. Почему мы всё ещё продолжаем бедкаться, что нами управляют воры, убийцы, мерзавцы, и при этом совершенно ничего не делаем, чтобы что-то как-то изменить в этой ситуации? Может быть, благодаря именно такому космополитизму, когда тебе всё равно, когда тебе, грубо говоря, насрать на окружающих тебя людей? Да, от каждого из нас ничего не будет зависеть. Ровно до тех пор, пока мы не начнём что-то делать, чтобы от нас что-то зависело. То есть, как минимум, будем ходить на выборы, как минимум, будем интересоваться тем, что происходит вокруг нас в большом смысле этого слова, выходя за рамки своей конуры, где мы живём. Вот эти космополиты, так называемые космополиты, они думают, что они над проблемой, над всеми. Они якобы не на чьей стороне. По большей части случаев, это, конечно, враньё. Всё-таки какую-то сторону они принимают. И вот тут самое интересное, какую? Нашу или не нашу? Не нужно лгать людям, не нужно лгать самому себе. Каждый из нас всё равно принадлежит к чьей-то какой-то стороне. И по неволе должен защищать эту сторону, раз уж он принадлежит к ней. Да, к сожалению, может быть, мне это тоже не нравится, что существуют какие-то нации, существуют какие-то расы, что мы разные. Может быть, мне тоже хотелось бы, чтобы мы были примерно одинаковы, и чтобы не было вот этих распри по национальному признаку, по религиозному признаку, по территориальному признаку. И мне бы очень не хотелось, чтобы существовали вот эти воры и убийцы, которые нами правят, и которых мы же избираем по недомыслию. Когда чего-то не знаем, вот то, о чём я говорю, мы во что-то не вникли, мы возомнили себя над проблемой и получили то, чего мы заслужили. Невозможно на двух конях скакать, седалища не хватит, как говорил граф Калиостро. Либо ты на той стороне, либо на этой. Что-то среднее, окей. Если ты решил для себя, что ты не хочешь принадлежать ни к той, ни к другой стране, то ты можешь уехать в третью сторону и жить там совершенно спокойно и счастливо. В пацифизме, в космополитизме, потом можешь переехать и так далее. Но, по крайней мере, ты не будешь занимать своей пятой точкой вот это место здесь и сейчас. И ты не будешь светить своими пацифистичными взглядами, которые вообще не соответствуют окружающей тебя действительности. То есть, товарищ, в условиях войны не любят пацифистов. Приходится быть либо там, либо там. Иначе тебя воспринимают как предатели. Поэтому, крайне противно бывает смотреть на вот этих вот, на эти медийные лица, а ведь мы на них смотрим все время, из телевизоров, со всех возможных экранов, из ютуба и так далее, и так далее. которые говорят, мы за мир, мы ни за кого, это все политики, простой народ не виноват. Противно, потому что они лгут. Потому что, когда к ним приходят домой, во двор, в дом, с оружием в руках, они будут защищаться. Они будут защищать себя, свою семью, своего ребенка, супруга, мать, отца. Потому что они на самом деле не сумасшедшие. Они вменяемые люди. Просто они лгут. Просто у них заработки на той стороне. Просто у них, возможно, родственники там. Просто они говорят на русском языке. Я не знаю, какая еще может быть причина встать на сторону врага. Ребята, это война. Кто еще не понял, что это война? Тому я рекомендую съездить на Донбасс, на линию огня. И пробыть там хотя бы один день, чтобы осознать, что это такое. И что есть реальная агрессия со стороны Российской Федерации по отношению к Украине. Это не сказки, это не миф, это реальность. И когда вы в полной мере осознаете эту реальность, вы перестанете толковать о космополитизме, о пацифизме, вы займете ту или иную сторону. Либо уберетесь из той, либо другой страны. Конечно, там, в Российской Федерации, жить проще. Там очень много территории, занял любую точку, и тебя не видно и не слышно. Если ты, конечно, ни в Москве, ни в Питере, да и там ты потеряешься. А здесь, в Украине, здесь все рядом. Это большое село. Ну, большое, довольно приличное, сорок с лишним миллионов село. Но тебя все равно виднее и слышнее. И когда ты говоришь, я пацифист, я космополит, перестань лгать. Никакой ты не космополит. Ты не космополит. Ты просто человек, которому насрать на окружающих. Эгоист в крайней степени. Человек, который заинтересован только в своей корости, в добывании себе средств за счет русскоязычной публики. Я надеюсь, что те, кого это касается, те поймут, о ком я говорю. А кто не поймет, тот увидит в окружающих таких людей. Повторяю, быть космополитом, быть пацифистом, хорошо в мирное время, в благоденствующей стране, в стране же, которая воюет, которая терпит агрессию, это предательство. Это ренегаты. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать по этому поводу. С вами был Алекс Йода. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова